Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о православии, о нашей жизни. И сегодня я с большой радостью приветствую в нашей студии замечательных людей, музыкантов, хормистера Михаила Попова и певицу с удивительным голосом Елену Бускин. Кто бы дал мне, якоптице, перья равные крылам? ПЕСНЯ Только смертная чаша может в небо приселить В середине ли далекий мне сию чашу испить И сего света на горни Жизнь свою определить Здравствуйте, Елена и Михаил Здравствуйте Здравствуйте Позвольте я вас несколько представлю нашим телезрителям Впервые в Архангельске имена Елены и Михаила прозвучали в 2004 году Именно в это время у нас в городе появился замечательный коллектив Театр романса Елены Бускиной Елена и Михаил вместе со своими детьми Переехали из Ижевска в Архангельск На постоянное место жительства С тех пор, каждый раз, когда они представляют новую концертную программу Это становится заметным явлением в культурной жизни нашего города Лена и Миша, вот мне бы хотелось Прежде чем прозвучить дальнейший рассказ о вас Чтобы в нашей студии прозвучала песня в вашем исполнении Развяжите мои крылья Развяжите мои крылья Дайте волю полетать Я заброшенную долю Полечу в страну искать Полечу в страну родную Туда направлю свой полет Посмотрю на мать родную Как она теперь живет Может быть еще живая Может быть и умерла Может быть ее могилка Травой зеленой заросла Может быть ее могилка Дровой зеленой заросла Развяжите мои крылья Дайте волю полетать Я заброшенную долю Полечу в страну искать Лена, мне бы очень хотелось вас попросить, чтобы вы рассказали о своей родине О городе Ижевске, из которого вы приехали сюда Там родились, учились Я родилась в городе Ижевске Училась в школе Закончила музыкальное училище И отправилась в город Петрозаводск В консерваторию Где встретила Михаила Попова Там родилась наша семья А потом мы вернулись снова в Ижевск И там мы работали в филармонии Там родились наши дети Александра, Антоний И там родился наш творческий коллектив Театр роман с Еленой Бускиной Вот так, коротко Михаил, а ваша родина Это Север, это Онега И насколько я понимаю Вот тот переезд, о котором мы уже сказали В начале программы Из Ижевска в Архангельск Он был никаким образом связан с тем, что вы отсюда Ну да, в принципе Я родился в Онеге Там мы прожили где-то 7-8 лет Я конкретно там только родился Учился я в школе в Савинске В Плесецком районе В музыкальном училище я учился в Архангельске То есть я побывал много где Вот на нашем севере Учился в Петрозаводске в консерватории И мы два года жили в Онеге Пока решали вопросы с квартирой Меняли, продавали Вот такие вот вещи И два года у нас прошли, наверное, не зря Поскольку мы что-то новое в своем творчестве обрели Мы там, конечно, показывали то, что у нас есть Но самое главное Я бы хотел сказать, что мы встретились с священником Отцом Александром Коптевым И вот очень интересно было познакомиться с его творчеством И вот то, что у нас вместе получилось Это, наверное, вылилось в какую-то даже творческую группу Трудно дать название Какое вот оно Фолк, рок, джаз Еще что-то такое Нет, это вот трудно Трудно этому Потому что это вот то, что идет от души Вот оно получается А север, это же такой край Который он то мягкий Но тут и жди какого-то подвоха То ветра задует, то снег полетит среди лета Вот и музыка такая же Ну вот, насколько я знаю Отец Александр, он музыкант Он давно занимается музыкой, пишет стихи, музыку И у вас в Анинге, в общем-то, родился такой творческий союз Вот, и помимо того, что вот вы оговорились о группе Арт, фолк, рок, группа «Землярос» Да, у вас еще возникла традиция проведения Патриотического фестиваля вот ежегодного Вот, что батюшка продолжает уже десятилетие целое, а то и больше Да, каждый год Десять лет уже В мае месяце Фестиваль Изначально был посвящен Георгию Победоносцу 6 мая, День памяти Фестиваль назывался «Зорья Отечества» Музыканты, артисты Онеги, Онежского района Архангельска С удовольствием приезжают в Онегу И поддерживают такой патриотический дух И боевой, и духовная составляющая Ну, это я хочу добавить, что это не все как-то в отдельности Это и патриотический, и православный То есть, вот этот дух православный, который поднимает все, что только можно Вот, творчество, жизнь То есть, ради чего следует жить И, естественно, и патриотизм, он отсюда же, от православия идет Мы готовы на все Дорогие друзья, у нас есть фрагмент записи фестиваля «Зорья Отечества» И я предлагаю посмотреть небольшой сюжет Открыл программу фестиваля театр романца Елены Бускиной В исполнении которого прозвучали замечательные песни Северодлинского поэта и композитора Александра Ипатова Мы говорили о группе «Земля рос» И вот мне бы хотелось, чтобы Вы несколько более подробнее о ней рассказали Вот тоже большой период Вашего творчества связан именно с этой группой Наверное, нужно начать с самого начала Мы приехали в Онегу, пришли в храм Мы стали прихожанами Свято-Троицкого собора Конечно, мы познакомились с отцом Александром Показали ему свои песни, романсы Духовные стихи Да, давали концерты перед прихожанами и в городе Он к нам присматривался, а потом предложил и дал свои песни петь Первые музыканты были Это наша дочь Александра Домра, Михаил Гитара, я пела Отец Александр сам играл на соло-гитаре Потом к нам присоединились Аркадий Медведев, Валерий Журавлев, Андрей Варкентин И у нас такая группа создалась Мы, ну не сказать, что много гастролировали, конечно Но в городе были концерты И не просто концерты Они были благотворительные Это был 2008 год На строительство Михаила Архангельского собора Мы записали диск, называется «Песни ветра» Тоже очень интересная музыка И еще один диск вышел Но он такой более студийный И потом эта музыка вошла в наш музыкальный спектакль Который мы посвятили Петру и Февронии Но это уже все позже было Ну вот так вот завязалась наша дружба творческая и человеческая Ну вот я так понимаю, что проект группы «Землярос» Он ждет своего продолжения Может быть сейчас какая-то творческая пауза в развитии Но она всегда может перерасти в нечто новое И я вот искренне желаю, чтобы это было так Потому что группу очень многие полюбили и заметили И в общем-то даже и ждут, что же будет дальше Да, группой мы не собираемся Но музыка отца Александра звучит Ну мы сами играем как можем И с Александрой То есть это песня нашего края Это очень интересные песни, которые надо петь И люди должны их слышать Давайте послушаем сейчас фрагмент Вот выступление группы «Землярос» Клип на песню «Каменный крест» Я с горы вижу только горы и облака Небо синий отражают мои глаза Перед головой, под головой Вокруг красоты чужой века Поет ветерок неполевой Шумит, но не русская река Братишка, не плачь Лучше не вечно познать В нашем праме с тобой Ой, Ванька остался лежать Чужой земле под хрестом Я с горы канул вдали чужой страны Ветер с севера, запах войны разгонит Как жаль, что не видно с высоты Березы, дуковые стопа Часовинки старенькой кресты Угада безгранья снега Сестренка, не плачь Лучше свечу поставь В нашем праме с родом Ой, Ванька остался лежать В чужой земле под хрестом Я с горы обнимаю весь Божий свет Мир крестом охраняю от новых лет Привет, голова мой под головой Тяжелый крест каменный в ногах Мне ветер манит твою пока свечой Спи безымянный солдат Спи безымянный солдат Спи безымянный солдат Помоги, в нынешний солдат Я с горы обнимаю весь Божий свет 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 Вархангельский театр «Романс» Очень многие различные музыкальные направления и проекты существуют в арсенале вашего театра. Например, запомнилась очень рождественская сказка, это мюзикл. Ваши проекты и, может быть, изыскания по духовному древнерусскому творчеству. Ансамбль «Архангел Городчина», молодежный ансамбль, классическая музыка, оперная. То есть очень разнообразное направление у вашего театра. Каким образом можно объяснить, почему такое название? И, может быть, более подробнее вы расскажете о том, о чем я сейчас так кратко упомянула. Так, опять нужно начинать с самого начала. Я закончила консерваторию и мечтала петь в оперном театре. Прослушивалась еще одно количество раз в разные театры и столичные. И когда мы оказались в Удмуртской государственной филармонии, я решила сделать свой театр. Меня тянуло именно театрализованные концертные программы. И первый наш спектакль был «Звезда любви». Это романцы старинные, русские романцы и поэзии Серебряного века. И действительно, архангельская публика нас узнала впервые. В Марфином доме состоялся наш первый спектакль. Приняли нас очень тепло. Мы были просто, не знаю, удивлены. Очень теплый прием был тогда. Ну, как и, впрочем, в других городах. И в Екатеринбурге, в том числе. То, что было мы... Ну, я вот хочу... Интересно, что театр зародился. Дети у нас были маленькие и участвовали в наших спектаклях. Вот вы упомянули «Рождественская сказка», «Сладкие грезы» на музыку Петра Ильича Очаковского. Они выходили, что-то там пели, играли. А потом они росли и менялся, как сказать, форма. Оставалась театр романца, но наши дети уже участвовали в больших взрослых программах. Ну, вот можно сказать, что и «Земля рос», Александра играла. И сейчас это вылилось все в проект, молодежный ансамбль «Архангела Городчина». Ну, кроме того, у нас же еще из этого ансамбля вылилось мужское трио. Да. И я думаю, что оно будет так же развиваться. То есть мы все работаем, чем-то дышим, потом сливаемся в одно. Как-то вот это вот как калейдоскоп такой. Да. Все время ищем новые формы. Вот вы говорите, разнообразные программы, фестивали романса, фестивали духовной музыки. Ну, просто сами по себе. Вот я слышала, что одним из последних ваших изысканий, если можно так выразиться, это был такой проснувшийся интерес к древнерусскому творчеству. И вы стали, собственно говоря, если я не ошибаюсь, реставрировать вот те старинные произведения, вы создаваете, точнее говоря, да, вы создаваете их музыкально? Я расскажу, да. Опять же, с самого начала мы попали на Киевостров в 2003 году со своими романсами. Нам предложили использовать как площадку тогда, ну, это так грубо сказано, храм приставодвиженский, ему сказали. Ну, он еще был весь такой... Это невозможно. И вот тогда родилась идея приехать на следующий год и спеть именно подобающие произведения. У меня тогда еще не было духовных произведений в репертуаре. И вдруг осень мы приезжаем в ЖЭС, и на нас прямо свалилось, и мы заново столько сделали. Да, все открывалось, ну, понемножку, да. Где-то я подслушала, где-то подсмотрела. Вот это был такой, ну, первый этап обращения к духовным стихам. И с тех пор мы каждый год приезжаем на Киевостров, каждое лето, поем в храме, там, наверху, на клиросе, духовную музыку. Но я еще хочу сказать, что такое продолжение у нас было. В 2013 году мы всей семьей ездили в Санкт-Петербург. Академию православной музыки. Да, Академию православной музыки, где нас действительно познакомили с древнерусской музыкой, пение по крюкам. И вот, на самом деле, уже более такое серьезное обращение к этой музыке. Ну, и знаете, я хочу добавить, что это было тоже чудо. На самом деле, детей могли бы и не должны были взять. Саша было 18, Антонию не было 18 лет. До 18 лет не берут. Вот, написали резюме, все, оформили, послали. И нас берут всех. Антоний до этого петь очень не любил. Он говорит, да ладно, я там рот не открывал. И вдруг после этого тоже что-то вот осенило. И он поет, он до сих пор постоянно поет. И эту древнюю музыку и любой другой, в общем, стал музыкантом. А вот в нескольких словах, что такое древнерусская песня, что она несет? Ну, начнем, наверное, все-таки вот духовные стихи. И уже само название говорит само за себя, что это не просто песня. Это песня о вечном, о душе, о духовном, о жизни и смерти, о покаянии и грехах. Этот жанр был популярен до революции, до 1917 года. Ну, у нас как бы был такой перерыв советского времени. Конечно, есть исследователи, которые ездили по деревням, записывали у бабушек. То есть как бы две ветви. Первое — это устная, передавалась из уст уст, и вот у этих древних бабушек записи. А второе — это по монастырским книгам. Потому что духовные стихи исполнялись в деревенской среде, среди мирян. И духовные стихи сочинялись уже церковными пехчими. Но они не для исполнения на богослужебных, так сказать, службах, а потом, продолжения. Вот. И, конечно, этот жанр хотелось бы, чтобы он возродился. Но мне кажется, он возродится, когда по церковлению будет людей, и это будет как бы в среде, в нашей жизни будет присутствовать. Тогда это будет интересно. А сейчас такие духовные стихи, ну, слушают как бы отдельная публика. Ну, а еще мы гитару поменяем на колесную лиру. Может быть, послушаем сейчас вашу исполнение. Рабины мои, рабины, православная да христиан, А мы выходите, ко всегда пасно. Выживите, ко Богу боязно, Ведь антихрист сидит на царстве. Он дает такую добресть, Будет велее догоненье, По всей земле, да по всей вселенной. Выбежите, ко мои рабы, И во пропасти, да по всей земле, И я, где себе спасение доступа, Айте, царство небесное, Да получай, Айте, жизнь вечную получай, Айте, Христа ради, Не так давно, как я знаю, у вас вышли диски совместно с Александром Ипатовым, Северодвинским поэтом. И были посвящены они творчеству Ушедшего из жизни поэта Александра Роскова. И вы, Лена, насколько я слышала, Впервые себя попробовали В роли композитора. Там звучат песни на стихи Александра Роскова, Ну, на вашу музыку, и вы их исполняете. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, Александр Ипатов нам предложил. Это было неожиданно, Потому что никогда у нас такого опыта не было. С Александром Ипатовым мы сначала записали видеодиск. «Если еще не сподобился верь», Где звучат стихи Александра Ипатова. Мы поем там и духовные стихи, и романсы, И песни на стихи Александра Ипатова. Да, а потом вот случилось это трагическое событие. Александр Росков ушел из жизни. И Александр нам предложил написать песни. И это получилось. Получилось 9 песен. Ну, конечно, благодаря моим музыкантам, Аранжировке Александры на домре и Михаила на гитаре. Фильм называется «Вруцию Господа Бога». Ну, мы можем спеть песню из этого фильма. Пожалуйста, с большим удовольствием. Называется «С женщиной желанной и любимой». «С женщиной желанной и любимой» Входим в православный Божий храм. «С женщиной желанной и любимой». «С женщиной желанной и любимой» «Будни, день, среда, толпы и давки» В храме нет, трещит тихонько печь. У меня тюрного прилавка, Радовщица крестиков и свеч. Две свечи литые золотые Взял я, синив себя Христом, Встал пред Богородицей Марией. Женщина моя перед Христом, Я сказал не вслух, святая дева, Видишь, эту женщину она, Как когда-то для дамаева, Для меня такая вот одна. В жизни далеко не справедливой, Пресвятая милостью Твоей, Сделай эту женщину счастливой, От видения счастья от ней. Дева с позолоченной иконы, Приподняв рукою кисью, Как мне показалось благосклонно, Глянула на женщину мою. Чуть заметно двигались уста, Я ее не слышал, я не знаю, Что она просила у Христа. Прекрасная песня, Удивительные слова и музыка просто пронзительно трогает душу. Вы настолько разнообразны в своих проявлениях, Как музыканты, Что, конечно, хочется спросить, А в какой сфере вы сейчас обретаетесь? Чем вы занимаетесь? Я преподаю в детской музыкальной школе, У меня дети от 7 лет до 17. У меня есть взрослые ученики, Ученики, которые поют на клиросе, Или хотели бы петь на клиросе. И я всегда радуюсь успехам. Я надеюсь, что я им помогаю, И у нас что-то получается. И сейчас я такой большой проект готовлю. Он будет называться Мастер-классы по восстановлению Естественного природного голоса. Но когда состоится премьера, Я еще и скажу. Владимир Владимирович, Добавите что-то к тому, что я сказал. Ну, я, конечно, хочу добавить. Мы продолжаем развиваться, Как совместное пение какое-то. Я бы сказал, даже ансамблевое пение. Ансамбль — это очень тонкое понятие, Поэтому и многогранное. И вот мы пытаемся развиваться в этом. Лена написала еще новые песни. Мы делаем маржировки. Мы пытаемся собираться ансамблем. Что-то... Вот у нас разные периоды. Естественно, вот сейчас в период, Наверное, что-то должно родиться новое. А может быть, не новое, А хорошее, доброе, старое. То есть мы еще ничего не знаем. Живем и живем. И слава Богу. Впереди Великий пост. И мы хотим встречаться и петь покаянные стихи. Это тоже один из проектов. Душеполезные песни. Очень надеюсь, что одна из передач на эту тему состоится и в нашей студии. Спасибо. Дорогие друзья, я вас очень благодарю за то, что вы пришли к нам, поучаствовали в нашей программе. Я думаю, что очень многие телезрители сейчас с радостью видят вас на своих экранах. А те, кто впервые, может быть, слышат о вас, узнали очень много нового. И с благодарностью, что вы исполнили свои замечательные произведения, поделились с нами и подарили, наверное, то настроение, которое необходимо, когда наступает Великий пост. Вот его не случайно называют «Весна духовная». Весна духовная, когда пробуждаются некие силы в душе. И проводить его в покаянии, но с радостью и с хорошим настроем, это очень важно, то, что вы нам сейчас, мне кажется, передали. Поэтому я вас благодарю. Спасибо, творческих успехов. До свидания. Я надеюсь, наше творчество, может быть, кому-то и в жизни поможет. Это дай бы Бог. До свидания. Всего вам доброго. Дорогие телезрители, на этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok